Всем привет, друзья! С вами Павел Морозов из Сочи. В этом ролике я вам расскажу о том, как один из моих клиентов потерял 400 тысяч рублей. Честно говоря, даже не знаю, с чего начать, но в любом случае этот ролик будет полезен всем, а особенно тем, кто любит учиться не на своих, а на чужих ошибках. Итак, ребят, приготовьтесь к увлекательному рассказу. В общем, дело было так. Недели две-две с половиной назад ко мне обратился один клиент, вернее, семья из трех человек. Это мама, дочка и внучка, по-моему, так, или внук. Да, внук. То есть это Екатерина, ее сын и, значит, ее мама. Они сказали, что нужно приобрести недвижимость, в бюджете 2 900, 3 миллиона рублей, да, и попросили показать несколько вариантов. Ну, мы, как всегда, показали все самое лучшее, то есть на тот момент, что можно было только приобрести. Вот, готовым, в готовых домах показали варианты, показали в стройке, вот, и, в принципе, ну, расстались. То есть сказали, нам нужна пауза, немножко подумать. Я никогда не беспокоюсь как бы своих клиентов, и дело в том, что я считаю это правильным, нормальным. То есть после работы с человеком, ну, нужно стоит взвесить, связать и против, посоветоваться с близкими, то есть взять какую-то паузу на обдумывание. Это абсолютно нормально. Вот, и поэтому я людей не беспокою. Я спросил, все нормально, как бы все устроил? Да, все устроил, Паша, но надо вот там небольшую паузу взять на подумать. Что произошло дальше? Ну, я, в принципе, людям не люблю звонить, так навязывать свое общение, навязывать свою компанию, понимаете? Потому что работы, в принципе, слава богу, у меня хватает, да? Если человек сказал, что сам позвонит, ну, я не дергаюсь, ну, всегда жду, когда человек действительно сам позвонит. Смысл в чем? Спустя какое-то время, вот, буквально вчера, узнаю о том, что люди приобрели недвижимость. То есть давайте я расскажу вам изначально, как все было, чтобы вы четко понимали, в чем здесь вообще подвох. Мы показали им квартиры, по их бюджету, грубо говоря, они говорили, нам вот минимум 30 квадратных метров, это самое минимум, а то лучше 35, потому что на строю, понимаете, как мы там, ну, на 20 квадратах вообще не вариант. Я говорю, я вас прекрасно понимаю, все, не вопрос, давайте смотреть. Посмотрели в готовых вариантах, без ремонта, само собой, потому что за 3 миллиона 30 квадратных метров в нормальных домах тяжело купить. Вот, поэтому сказали, ребят, ну вот, и добавляйте деньги на ремонт, тем более они могли, там, у них еще продавалась недвижимость, они могли добавить потом на ремонт, и, в принципе, проблем-то и не было бы. Вот. Что в итоге получилось? Я показывал им Озерный, Озерный второй, в том числе, скажем так, да. Во втором Озерном мы посмотрели, так как дом уже практически на предсдачу, уже сейчас фасад делают, да, внутренняя отделка начинается. Мы показали там площади хорошие на верхних этажах, там, по 2,5, 2,700, 2,800, вот такие цены. То есть там частично еще даже на ремонт могли остаться деньги при желании, даже в этот бюджет уложиться с ремонтом. 25-27 квадратных метров, только нужно было подождать, там, пару-тройку месяцев, грубо говоря, там, может, 5 месяцев, да, но это все равно было бы выгоднее, там, помножьте, грубо говоря, 5 месяцев, однокомнатная квартира, там, 100 тысяч они потратили, либо выгоды составил полмиллиона, я имею в виду, если подождались стройки. Ну, после этого они взяли паузу, что произошло дальше? Дальше вот я узнаю такую информацию о том, что эти люди купили квартиру в Первом Озерном площадью 19,7 квадратных метров, ну, пусть 20 квадратных метров, по цене 2,900 с ремонтом. Вот, то есть здесь вот, что самое главное важно понять? Ну, в первую очередь я обращаюсь даже не к ним, потому что дело сделано уже, а в первую очередь, как бы, ну, вот, к тем, кто смотрит это видео. Что произошло? Ребят, вот мой клиент, который работал, как я уже потом выяснил, вот сейчас с двумя или с тремя риэлторами, они выбрали квартиру, которая, рыночная стоимость которой 2,5-2,600, максимум 2,700, это максимум. Вообще рыночная стоимость этой квартиры реально 19,7 квадратных метров, вот сейчас без ремонта она стоит 2 миллиона рублей. Они отдали за нее 2,900 с ремонтом. Хорошо, на ремонт мы закладываем 350, ну, пусть 400 тысяч, это потолок, если вы вообще палец о палец не ударите. Вот, ну, пусть, ладно, все. Вот самый крутой ремонт 500 тысяч, 500 тысяч, я считаю, это нормально. 2 миллиона квартиры 20 квадратных метров, абсолютно такая же, плюс 500 тысяч на ремонт. Они отдали 2,900. Я считаю, что они потеряли 400 тысяч, потому что, знаете, вот, ну, даже если ты не хочешь делать ремонт, вот, не хочешь, ну, во-первых, изначально надо было так сказать, да, но если даже не хочешь делать ремонт, ну, я считаю, что 400 тысяч не стоит эта опция, ремонт, да, как бы в квартире, никак не стоит этих денег. Я думаю, что если бы они, ну, знали, и, как бы, ну, просто, скажем так, расставили точки над «и» в своей голове, да, то, наверное, они бы не стали приобретать квартиру с ремонтом за 2,900, которая стоит по рынку, ну, максимум 2,5 миллиона, максимум. То есть, к чему я все это говорю, ребят? На самом деле, здесь речь вот о чем. Для меня или, там, для какого-то конкретного человека, ну, там, 1-2 сделки роли никакой не играет, понимаете? Да, то есть, ну, как бы, у риэлторов всегда есть работа, и, слава богу, что, ну, как бы, ее хватает. Даже вот так вот я сказал бы, да. Но речь о чем? Речь о том, что мне просто обидно, что люди, по сути, действительно, у них был ограниченный бюджет, 2,900 – это не такие большие деньги. О, Алис, привет. Я записываю видео. Я видео записываю. Давай я запишу, а потом мы пообщаемся, хорошо? Я записываю видеоролик. Кому? Кому? Моим клиентам. Подписчикам. Как дела? Нормально. Нормально? Вы что, гулять пойдете? На танцы. А, на танцы? На танцы. Ну, беги на танцы, все. Пойду. Я извиняюсь за такое небольшое лирическое отступление, ребят. Итак, мне здесь больше важна, понимаете, именно ситуация с деньгами клиента. Ну, просто я не вижу ни одной причины, по которой нужно вот сейчас вот, грубо говоря, было терять эти 400 тысяч рублей, которые они могли потратить по своему усмотрению. В комплексе есть две классные квартиры, которые, в принципе, такие же по характеристикам, даже лучше. Одна даже на 2 квадратных метра больше. Они покупают на 2 квадратных метра меньше, еще на 400 тысяч больше по рыночной цене. Ну, я могу только поздравить человека, который продал им такую недвижимость, кто их убедил. Просто задумайтесь сами, ребят. Вот Екатерина, вот, допустим, конкретно, мой клиент, да, который ко мне обратился, она же наверняка думала, что я профессионал, да, то есть я, ну, то есть она проанализировала мою работу, поняла, что я действительно профессионал. Я понимаю в недвижимости, у меня есть определенные интересные предложения. И, несмотря на это, она все равно после этого стала обращаться к другим людям для того, чтобы посмотреть те варианты, которые есть в общей базе. Неужели вы думаете, что вот, ну, вот, этой квартиры не было в базе, и я вам ее не мог показать? Конечно же мог. Просто вы стали обращаться ко второму, к третьему, к четвертому лицу, риэлтору, да, и вы запутались, понимаете? И это привело к тому, что вы потеряли 400 тысяч рублей. Окей, ребят, вот, ну, вы, надеюсь, понимаете, здравый смысл должен здесь, как говорится, преобладать в любом случае. Если у вас есть бюджет 2 900, и вы говорите, мне 30 квадратов надо, а потом покупаете 20 квадратных метров с ремонтом квартиры, которые стоят 2,5 миллиона, вы покупаете за 2 900? Ну, я не знаю, честное слово, зачем это делать, в этом никакой логики нет вообще. Даже математика как бы не сходится, вы понимаете? Вот в чем смысл. Поэтому мой вам совет, ребят, не допускайте таких ошибок, включайте здравый смысл и руководствуйтесь, ну, как бы, так сказать, логикой, математикой, как говорится, да? Вот, просто вот соедините 2 плюс 2, как говорится, да? То есть, если оно без ремонта стоит 2 миллиона, там, да, грубо говоря, добавьте ремонт 300-400 тысяч, ну, пусть 500 тысяч, 2,5 миллиона. Зачем покупать такую же квартиру за 2 900? Хлопоты по ремонту, ну, а что, они действительно стоят 400 тысяч? По моему пониманию, нет. Вот мы только что такую квартиру недавно продали с ремонтом, с классным ремонтом за 2 580. Совсем недорого, понимаете? 2 580. То есть, поэтому здесь, как бы, вам решать, конечно же, как говорится, но в любом случае это опыт. Для вас это тоже опыт, я уверен, что вы долго там не будете жить, в этой квартире, потому что, ну, просто она вам, ну, не подойдет, вы втроем там не сможете жить, вот в чем смысл. Либо вы что-то не договорили, то есть, в любом случае вы совершили сейчас, ну, то есть, эти люди, мои клиенты, они совершили просто сейчас не совсем обдуманная поступка, то есть, нерационально распорядились своим денежным средством, бог с вами, деньги ваши, как говорится, мне от вас там, что, там, ну, плюс-минус одна сделка, туда-сюда погода не делает. Просто я искренне переживаю за ваши вот 400 тысяч, ну, в самом деле. Не вижу ни одной причины, по которой стоило вот так вот распоряжаться деньгами. Мой совет всем вот тем, кто смотрит, пожалуйста, учитесь на ошибках других людей, смотрите, как вот бывает, если вы работаете, ну, скажем так, если вы работаете с, допустим, с четырьмя-пятью риэлторами, ребят, если вы сомневаетесь, допустим, в чем-то профессионализме, ну, еще с одним проконсультируйтесь, да, чем больше вы риэлторов, чем с большим количеством риэлторов вы работаете, тем сложнее вам объективность картины воспринять. Я уже говорил об этом в одном из своих роликов, о том, что каждый последующий риэлтор ставит с собой задачу разубедить вас в каком-то, в какой-то догме, который вам вменил, как бы, в который вас убедил предыдущий риэлтор, понимаете? Ну, я лично так не делаю, но вот в большинстве случаев так и работает. То есть, грубо говоря, вы пообщались с одним, сказал, объект ЖК Ромашка замечательный. Второй человек, к которому вы обратитесь, он скажет, объект ЖК Ромашка, да не лезьте вы туда, что это за ЖК Ромашка, это вообще там, как бы, это, темный лес, там ни документов, ни коммуникаций, ничего. Понимаете, о чем речь? И так будет дальше. Берите там, он скажет, берите там, ЖК Фиалка. Третий риэлтор скажет, Ромашка, Фиалка, да вы что? О, они заплесневели уже давным-давно, вы что там не лезьте? Вот ЖК Орхидея, это тема. Вот как устроен, как бы, рынок риэлторского бизнеса, так скажем, ну, к примеру, да, поясню. Вот как устроена борьба за клиентами. Я ни в коем случае, как бы, к вам никаких претензий к себе, вообще, я только рад, что вы купили то, что вы хотели. Просто я хотел на вашем примере показать, как вот, ну, не нужно делать другим клиентам. То есть, ребят, если вы работаете с человеком, с риэлтором, да, рассказывайте все нюансы. И мой вам совет, ну, нет большого смысла переключаться там от одного риэлтора к другому, если только это не какие-то эксклюзивные объекты. То есть, если речь идет вот об общей базе, общей шахматке, если они вам отправляют вот информацию в шахматке и говорят, ну, вот, выбирайте там такие-то квартиры. Значит, эту информацию может вам отправить любой риэлтор, абсолютно любой, из базы, из общей. Ну, я имею в виду, вот, общая база риэлторов. Да, она платная, но смысл в том, что любой риэлтор к ней имеет доступ, понимаете? Поэтому нет никакого смысла там работать, сначала поработать с одним, потом с другим. Он вам нового не расскажет, но он только вас запутает, как и получилось в этот раз. Буду пообщаться со вторым, с третьим, с четвертым, и в итоге вы купили на 400 тысяч дороже ту недвижимость, которая, ну, рыночная стоимость, которая 2,5 миллиона. Вот и все. Мне, ну, безусловно, жаль вас, жаль ваши деньги, но в целом, ребят, это хорошая наука, хороший урок, вот, ну, моим клиентам и всем тем людям, которые работают, ну, с другими, может быть, риэлторами. Ребят, доверяйте тем людям, с кем вы работаете, а то вот так вот будет получаться, что вы будете терять деньги. С нами все клиенты зарабатывают, как говорится, да, а вот бывают вот такие случаи, так скажем, когда люди не доверяют. Вот, поэтому я вам желаю только добра, хорошего вам там проживания и всего остального. Ребят, любите друг друга, как говорится, приобретайте квартиры в Сочи, приезжайте сюда отдыхать. Вот, всем здоровья, ребят, тратьте деньги с умом. С вами был Павел Морозов из Сочи, всем хорошего дня, замечательного настроения, побольше вам денег, чтобы хватало на ту недвижимость, которая вам по душе, действительно по душе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok